У России богатая коррупционная история. Первые взятки появились еще в Древней Руси. Правда, тогда любителей брать в лапу немедленно казнили. Да и суммы были поскромнее. В марте 2015 года вскрылось дело члена руководства Единой России, губернатора Сахалина Александра Хорошавина, получившего взятку в 5,6 миллиона долларов. Чиновник свою вину отрицал, а при обыске у него дома следователи обнаружили миллиард рублей и целую ювелирную коллекцию. Член высшего руководства Единой России Вячеслав Гайзер создал целую преступную организацию из 18 человек, пока был главой республики Коми. Мафиозная команда чиновников наворовала из казны больше миллиарда рублей. Сейчас Гайзер под следствием. Но надолго ли? А вот история современных Ромео и Джульетты. Дело Сердюкова и Васильевой. Экс-министр обороны через Евгению Васильеву распотрошил армию почти на 16 миллиардов рублей. На эти деньги можно было бы купить для российской армии 11 бомбардировщиков или 500 реактивных систем залпового огня. Какое наказание? Евгения Васильева освобождена досрочно и занимается творчеством. Анатолий Сердюков занимает высокий пост в корпорации Ростех. КПРФ в пятый раз выносит на парламентское расследование дело Сердюкова и Васильевой. Трижды единороссы уже блокировали попытки думского разбирательства причин тотального воровства. Также они блокируют и законопроект КПРФ об введении в Уголовный кодекс ответственности за незаконное обогащение чиновников. Статья 20 Конвенции ООН о коррупции в России так и не действует. Сколько еще мы будем терпеть продажных чиновников? Это касается всех. Поддержи антикоррупционные инициативы КПРФ на сайте www.20.kprf.ru КПРФ